10 мая 2023 года, город Девногорск, улица Бочкина. Вот это вот вход, въезд, вернее, в городскую поликлинику, больницу. Это вот баня, двухэтажное здание, а вон там, вон, пожарная часть. И это путешествие, по просьбе моей подписчицы, подписывайтесь на меня в Яндекс.Дзене, ставьте комментарии, пишите комментарии, ставьте лайки. Такой, знаете ли, проход по внутридомовым территориям, между домами. Кто знает, это 18 квартал, называется, называлось так, да и называется сейчас так, строение, или школа рабочей молодежи, район назывался. Мы сейчас спустимся вниз, если получится у нас. Ну, сразу говорю, что это старые дома, и многие из них уже на грани сноса, на грани сноса. Над нами западные отроги восточных саян. У нас, знаете ли, когда со временем глаз замыливается, и мы забываем, в какой красоте мы живем. Ну, тем не менее, повторюсь, дома мы этим уже, наверное, 60 лет. Вот, они деревянные, строились как временное жилье для строителей Красноярской ГЭС. И, в общем-то, люди и прожили всю жизнь в этих домах. Были же они? Были ли они счастливы? Да, были. Любили, детей рожали, умирали. Родители хоронили. То есть, вот так вот это все. Так, это у нас детский садик. И мы, наверное, через него не пойдем, потому что... Потому что вот не пойдем мы через него. Ну, в общем-то, обращаю внимание, что уютные где-то дома и домовые территории. Сейчас у нас весна. Насколько ранее, не знаю. Но, тем не менее, вот буквально несколько дней, как температура плюсовая. Этот вот садик. Эти вот дома. Вот травка зелененькая уже стала. Зелененькая, зелененькая. Вот, как я говорил, дом под снос идет. Помню, там жил в этом доме коллега моего папы по работе. Мы как-то заходили к нему. Телевизор я смотрел, помню. Это было, извините, это было уже, наверное, 55 лет назад. Этот дом был. Так, садик у нас, 10 число. Детей наружу отвели. Садик. Ну, как бы, вот ничего особенного нет. Я тут проезжаю на машине, бывает, несколько раз в месяц по своим делам. И ничего особенного не вижу. Ну, для людей, которые когда-то, повторюсь, жили очень давно, когда-то ходили в этот садик, для них это все играет новыми красками. Ну, что хочу сказать. Между дворами, между домами дорога уже 60 лет, 50 лет ей уже, она уже пришла в негодность. И вот буквально, наверное, ее, да хоть зимой чистили, не знаю, снег утрамбуется, она вроде получше становится. А вот весной она уже, видно, что она переломанная. Но, похоже, ремонтировать ее не будут, потому что, ну, дома все-таки действительно идут под снос. Вот это вот школа рабочей молодежи, кажется, или то, или следующее здание, или оба из них. Сейчас это сделано в жилье. Я как-то побывал там, ну, жесткие гостинки там. Жесткие. Если понимаете, о чем я говорю. Так, это вот магазин Лукошко, а вот в том месте вот снесли здание. Там раньше был пивной ларек, и он здесь даже, знаете ли, даже в этом районе он разорвился. Это вот опять же садик со стороны, со стороны школы рабочей молодежи. Там вот улица двухэтажных коттеджей, прозванная Барская. Не знаю почему. Ну, вот так вот. Ну, райончик-то так обойти можно за пять минут, что мы с вами сделали. Но, тем не менее, для кого-то это жизнь. Когда деревья были большими, когда мама с папой были здоровыми, погнали здесь. Ну, вот. Такой вот, знаете ли, срез истории. Срез города Девногорска. Ладно. Давайте прощаться. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok